Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и сегодня у нас с вами очередной вебинар по продукции. И сегодня мы с вами говорим о уходу за телом с Фаберли. Вы видели в каталоге, какое огромное количество серий по уходу за телом предлагает компания. Насколько широкий выбор, насколько классные запахи. И меня всегда удивляет, насколько богатая фантазия у наших людей, которые работают на производстве, потому что такое огромное количество серий придумать действительно сложно. У меня всегда на вебинарах по продукции к вам небольшая просьба. Если вы пробовали тот или иной продукт, отправляйте отзывы в чат. То есть сюда пишите нам, многим людям будет это очень интересно. Начнем мы с вами с линий, обширных линий, которые называются оранжери. Это весенние серии, это серии цветочные, нежные. Первая серия, первая, скажем так, линейка в серии оранжери, это линия роза. Вот здесь запах розы, вот тот самый запах чайной розы, который мы слышим, проходя куст этого цветка. Серия очень нежная, очень мягкая. Кто ее пробовал, уже знает, что аромат остается на долгое время. И запах ненавязчивый. Вот чем я люблю продукцию Фаберлик, тем, что запах ненавязчивый, запах и приятный, нежный. И, скажем так, нет химических обдушек. Линия оранжери включает в себя гель для душа, питательный крем для рук. Вот жидчатый крем-масло для тела, как раз сейчас, период после зимы, очень часто нам хочется пропитать кожу, убрать сухие чешуечки, убрать сухость кожи. Замечательное крем-масло, которое замечательно убирает и сухость всего тела. Можно носить просто, например, есть проблемы с сухостью коленок, с сухостью локтей. И чем я люблю это крем-масло? Тем, что оно замечательно быстро, легко впитывается. Не остается следов липкости, нету ощущения тяжести. Замечательный продукт. И любимейший продукт – это парфюмированные увлажняющие воды. Вот как раз в линии розы тоже есть парфюмированная увлажняющая вода. Замечательный продукт, который позволяет увлажнивать очень быстро кожу. И окунуться в вот это море замечательного нежного аромата цветущей розы. Я думаю, что линию роза уже захотелось попробовать, правда? Идем тогда дальше. В серии оранжери четыре направления. Второе направление – это направление юный османтус. Все знают, как пахнет жасмин. Только есть жасмин, который пахнет очень насыщенно. И даже, скажем, сладковато. А юный османтус – это очень нежный аромат жасмина. Даже, я бы сказала, свежий аромат. Линия тоже обширная. Гель для душа. Увлажняющий крем для рук. Опять же, парфюмированная увлажняющая вода. Молочко для тела. И жидкое мыло. Особенно хочется выделить здесь молочко для тела. Очень легкое, очень нежное, очень быстренько впитывается. Кожа становится очень-очень мягкой и бархатистой. Действительно, очень интересный продукт. Молочко мне понравилось. Вот когда хочется чего-то такого для тела, которое очень быстро впитывается. И, скажем так, быстро дарит ощущение комфорта. Вот молочко замечательное. Также в каждой линии есть твердые мыла. Есть, которые вы видели, что у нас в каждом каталоге идут по акции. Третье направление – это направление грациозный гиацинт. Из линии оранжери. Вот кто сталкивался с запахом цветущего гиацинта. Да, запах очень ароматный. Необычный цветущий гиацинт. Не похож ни на один цветок больше. Насыщенный, ароматный, цветущий. Мне он поднялся. Замечательная линия. Входит сюда парфюмированная, увлажняющая вода. Гель для душа. Скраб для тела. И душистое мыло. И последнее направление – это направление милый жасмин. Если юный османтус – это очень нежная линия, да, с легким ароматом жасмина, то милый жасмин – это линия с насыщенным ароматом жасмина. Ароматная, цветочная, сладкая. Замечательное направление, особенно для тех, кто любит такие насыщенные цветом ароматы. В линию входит крем для рук, парфюмированная увлажняющая вода, крем-гель для душа. Вот чем я люблю линию милый жасмин, что здесь гель идет кремовый. Душистое мыло, то есть брусочное, и жидкое мыло. Вот это большая линия оранжерин. Следующая линия очень обширная, она фактически занимает весь ассортимент линии ухода за телом. Это линия бьюти-кафе. Вы знаете, что у нас есть аромат бьюти-кафе, насколько он всем понравился, что мы выпустили целую, огромнейшую линию бьюти-кафе по уходу за телом. Я думаю, все уже увидели в каталогах, и многие попробовали направление малина и белый шоколад. Вот ту коллекцию, которую действительно хочется съесть. У нас это началось с жидкого мыла. Все почему-то очень долго и часто мыли руки. Потом поняли, что же происходит. Стоит жидкое мыло, малина и белый шоколад, и насколько колоснючий запах, что просто смывать его с рук не хочется. Сладкий, насыщенный, вот такой десертный, да, вот то, что вкусненько. Сюда входит двухфазная пена для ванны. Очень люблю двухфазные пены для ванны, потому что это кроме пены еще и замечательный уход за телом. То есть в этой пеночке вы видите две фазы. Одна белая кремовая, и другая пена для ванны. Перед навнесением вы ее встряхуете, перед использованием. Наливаете немножко в ванну, включаете воду, и у вас получается очень густая, ароматная пена, да еще с удивительными ухаживающими и замечательными свойствами. Также здесь есть крем-сорбет для тела. Тоже замечательный продукт, как крем для тела. Бальзам для губ. Вот как раз сейчас пошел... Ксения, посмотрите в онлайн каталоге. Шлифующий скраб для тела. И питательный крем для руки ступней. Да, бальзам отличный. Сорбет, это значит, что крем, быстро питающийся крем. Скраб идет на гелевой основе, достаточно нежный, негрубый. Да, похож на малиновое варенье. Поэтому попробуйте, обязательно вам понравится. Небольшой... Хорошо снимает верхний роговевший слой кожи, очень хорошо шлифует кожу, то есть делает ее мягкой и ровную поверхность составляет. Небольшая серия, но очень-очень вкусная для тех, кто любит сладости, для тех, кто любит вот такие насыщенные сладкие ароматы. Вот мне карамельное пралине пахнет карамелью, сгущенкой, какими-то вот такими насыщенными, сгущенными тортами. Ой, супер, Таня, скраб понравился. Здесь входит полирующий скраб, то есть если шлифующий, он хорошо вот снимает роговевший слой, то полирующий, он более нежный, он более мелкий, он больше как шарик. Сейчас расскажу. Гель масла для душа, бальзам для губ. Это морская соль, вы бросаете ее в воду и получается несколько минут, вот там, где она упала, эффект джакузи. У вас получается ванна, то есть залезли в ванну, кинули бомбочку, пару минуток побурлило, и у вас получается ванна с морской солью. Поговорили о слабеньком, то есть еще вот такая, да, шипучка, есть еще вот такая замечательная линия, лимонная мампансия, когда вот пралинная калина надоели, да, когда уже сладости не хочется. Вот лимонная мампансия, это аромат лимонных конфет. Вроде бы и сладенький, но одновременно с кислинкой, бодрящий запах очень интересный, и вот чем мне понравился, он ненавязчивый, ненасыщенный. Да, ароматы детских конфеток мантансье, отшелушающий скраб для тела здесь, крем сорбет для тела, гель конфитюр для душа, то есть обычный гель для душа, просто его назвали конфитюр, бальзам для губ, жидкое мыло, и бомбочка для ванны. Интересная очень серия, вот кто, кто любит лимонные ароматы, серия замечательная. У нас еще будет с вами линии бьюти-кафе, но мы о них поговорим немножко позже, они выходили у нас в каталогах позже. Одна из самых быстро распродаваемых, больше продаваемых, это линия Бриз де Амур, это линия для интим-гиены с афродизиаками. Очень нежный аромат иланг-хиланга, розы, ненасыщенный аромат и, скажем так, манящий аромат. В линии входит два вида гели для интимной гигиены, для обычной кожи и для чувствительной кожи. Молочко для тела, вот здесь молочко для тела, насколько воздушное, насколько нежное, вот очень приятное. Молочко действительно, ну насколько вот приятное и комфортное. Здесь есть гель для душа, есть лубрикант. Что такое афродизиаки? Афродизиаки – это ароматы, которые являются влекущими. Думаю, по проводу афродизиаков я вас ответила. Те ароматы, которые будут привлекать внимание мужчин. Да, да, притягивающие. Так, все, серии пробовали. Гель тоже очень мягкий, согласна. Екатерина, ну вот точно вам не скажу, но думаю, нормально. Салфетки в этом году их не было в продаже, это были прошлые. Картинка просто осталась. Как же вам это рассказать? Гель для интимной геи, ну для едины. Как-то это вам надо рассказать, как красиво. И не сильно пошло. Да, спасибо, Анжелика. Угу. Ой, спасибо всем огромное, что помогли мне в описании. Переходим на следующую серию. Это серия гелей для душа. И каждому этому гелю для душа еще и есть твердое мыло. Линия путешествия к солнцу. Огромная линия гелей для душа с замечательными ароматами, которые были собраны со всех уголков мира. Здесь, давайте, открываем каталог, вы увидите, насколько большое количество. Сейчас, секундочку найду. Гели для душа. Чем мне нравится, тем, что они идут по 350 миллилитров, большие. Они идут густые, расход очень маленький. И они еще идут как пена для ваты. Вот такая замечательная широкая линия. У нас... Ой, как же ее показать? И вот давайте по аромату теперь пройдемся. Сейчас я посмотрю. Линия... Аромат... Маракеш. Это запах миндаля, запах пряностей. Вот такой насыщенный аромат тока. Бразильская гелия. Это аромат тропических островов. Здесь идет кокос и запах цветущего гибискуса. Райские острова. Мой любимый гель для душа из этой линии. Это аромат манго. Персиковые мотивы. Очень нежный аромат. С ладаной шафрана. Сакурой сейчас расскажу. Оранжевая мехика. Это апельсиновый гель для душа. Ликующая Бразилия. Зеленый аромат. Здесь идет аромат... Ну, считается красный перец и цветущий каштан. Свежий аромат, цветущий. Тоже очень интересный. Персик. Турецкая ревельера. Свежий морской аромат. Праздник Дивали. И аромат лайма. Это аман. Вот здесь идет насыщенный аромат пряностей. И аромат удового дерева. Да, райские острова действительно классные. И осталось у нас два цветочных аромата. Это мелодия Мейхуа. Это запах цветущей вишни. И любое цветение. Это цветы сакуры. Вот это два цветочных еще аромата. Огромное количество гелей для душа в одной линии. Действительно есть с чего выбрать. А теперь одна из любимейших моих линий для тела – это линия Майхани. Это линия на основе меда, на основе пчелиного воска и прополиса. Хотя, с одной стороны, запах прополиса не сильно приятный, скажем так. Но здесь они насколько хорошо скомпонированы, что запах получается очень-очень нежный. То есть такой нежный медовый запах. Линия идет с отличнейшими ухаживающими свойствами. Вы знаете, что прополис замечательно работает по заживлению, для того, чтобы убрать сухость. Есть линия Майхани крем для рук. Он замечательно защищает кожу рук, замечательно убирает сухость, причем буквально в одно нанесение. Кондиционирующий шампунь. Очень мягкий вот такой шампунь, который дает замечательный блеск. Потому что прополис как раз хорошо для волос дает блеск. Здесь есть крем для, гель для душа, кремовый, очень нежный. Крем масла для тела, быстро впитывающийся и буквально кожа бархатистая становится заодно. И любимейший продукт по уходу за телом – это кондиционеры для тела. Они у нас есть в линии Майхани и есть в линии… В линии… В линии… Секундочку. Вылетела с головы. Как же она называется? Облегпиха. Получается, что такое кондиционер? Вы, когда принимаете душ, вы сначала наносите гель для душа, смываете. Потом наносите кондиционер для душа. Он при контакте с водой растворяется. Очень хорошо впитывается в кожу. Дарит просто невероятный быстрый и легкий уход за телом. Вы это все водой смываете, даже ждать не нужно. И вы выходите с душа уже с замечательной, нежной и шелковистой кожей лица, лица тела. Продукт просто невероятный. Вы за буквально 1-2 минуты можете сделать вот такой класснючий уход за телом. Причем не оставляет липкости, ну вот, ну, вы же его полностью смыли. То есть, в принципе, на коже ничего не осталось. Ну вот за вот эти минуты, пока он проконтактировал с кожей, вот уход замечательный. Здесь есть паста для, зубная паста для, с прополисом на гелевой основе. Есть медовый скраб для тела, идет на кремовой основе, очень мягкий и жидкое мыло. По зубным пастам пошли ответы. Поэтому попробуйте линию Майкань, я думаю, что она вам понравится. Конечно, наших детей тоже компания Фаберлик не обделила. Очень большая линия Астронавтик, линия с замечательными ароматами, линия с хорошими укаживающими свойствами, да еще и вот такая многофункциональная линия. Есть с чего выбрать. Продукты очень замечательные. Во-первых, жидкое мыло для детей. Идет антибактериальное. Мы знаем, что приходим с прогулки, нужно обязательно помыть руки. Бежит ему на голубой пузырек, он берет сам этим мылом, там хлюпает что-то. Действительно, вот деткам интересно, когда у них есть свое жидкое мыло. Продукт, который нас просто спас. Любимый продукт из детской линии, это нежная моющая пенка для лица и тела. Вот с нуля. То есть мы знаем, что все шампунки, все обычные идут с трех лет. А до трех лет, то надо с чем-то ребенком мыть. Пробовали много направлений разных, не фаберликовских, да, потому что у нас тогда не было от нуля. Но когда мы попробовали моющуюся пенку, это вот просто что-то. Во-первых, она, хотя она берется пенкой, да, вы нажимаете, вылазит пенка, но она не липа. Вот у нее нету вот этого мыльного. Вот вроде бы и пенка, но мыла там нету совершенно. Замечательно моет, мы ним и голову моем, и попу моем всегда, просто не моемся. Причем она маленькая. И когда я первый раз пришла, думаем, да, это нам на неделю хватит. А у нас по полгода не кончается. Насколько вот такая концентрированная формула. Очень классный продукт, да еще и замечательный запах. Здесь есть спрей для легкого расчесывания волос. Пена для ванны с запахом дыни. Два вида шампуней. Это шампунь-бальзам и шампунь-игель для душа. Причем шампунь-игель для душа здесь зеленого цвета. Причем действительно зеленого. Вы когда ребенку наносите на волосы, волосы становятся зелеными. А потом спернивается и смывается уже, ну, обычный цвет. Защитный крем для лица и тела. Очень классный крем, который замечательно. Вот зимой мы только ними пользовались. Да, как зеленка. Влажные салфетки с антибактериальным эффектом. Все мамы знают, что такие салфетки должны быть растыканы в каждой сумке, в каждой коляске. Три вида зубных паст. Деткам не надоест точно. Это зубная паста Бубльгум с ароматом жвачки. Зубная паста Клубничная Комета. Клубничная с шести лет только применяется. И зубная паста Фруктовая Галактика Яблочная. Здесь также есть бальзам для губ для деток ванильный. Сладенький, достаточно интересный. И здесь есть еще гель тоже от нуля. Новый продукт появился. Сейчас, секундочку. Картинку, смотрю, не внесла. Тоже понравился. Сейчас не моемся. Ну вот, когда надо что-то найти, то обязательно его найти невозможно. Гель для купания от нуля. Зубные пасты здесь только от трех лет. Но мы яблоком пользуемся нам почти два. Вот, Любовь, я с вами тоже согласна. Я не знаю, чем этот гель для купания нравится детям. Ну, действительно, у нас уже третий там пузырек уходит. Вот сильно нравится сама бутылка. И его выливать, заливать туда воды. Замечательный продукт. Со вкусом жвачки. Здорово. И в этой же линии есть дополнительные продукты. Такие как рюкзак, пенал, расписание. То есть тоже такие небольшие дополнения интересные. Нам очень сильно понравилась пенка для ванны. Здесь она такая густая очень. Про деток поговорили. Пошли к мужчинам. Мужчин, конечно же, тоже не обидели. О, а сладь я забыла еще один доделать. Тогда дальше расскажу на словах. У нас есть с вами сейчас две линии по уходу за телом для мужчин. Первая линия – аромат Цельсиус. Мужественный. Аромат бодрящий, ледяной, морской. Да, мужчины любят эту линию. В линию входит пена для ванны, пена для бритья. Прозрачный гель для бритья. Кислородный бальзам для бритья, который отлично просто убирает воспаление, да, или раздражение после бритья. Дезодорант, антипреспирант. И гель для душа, для лица, тела и волос. То есть это получается шампунь-гель для душа. Да, запах действительно обалденный. И буквально в прошлом каталоге у нас с вами вышла новая линия для мужчин. Линия Цельсиус. Более нежный аромат, то есть не такой насыщенный, как Цельсиус, но тоже очень-очень приятный. Широкая линия, в которую входит линия ланселот. Вот так она выглядит. В линию входит лосьон после бритья, гель для бритья и бальзам после бритья. Дезодорант, антипреспирант. Шампунь для всех типов волос. И кельца с антивозрастным уходом. Замечательная линия. Наконец-то мужчинам можно чем-то начинать бороться с морщинками. Да, хорошая серия. В следующем каталоге нас ждет с вами обновление. Ой, спасибо огромное за отзывы. Обновление линии Эксперт Фарма. В линии вы можете найти гель после депиляции, который убирает раздражение и который делает волоски потом более тонкими и с блокатором роста волос. То есть волосы не так быстро растут. Расширение вен. Что вредно для здоровья? Азиза, что имеете в виду? Что именно вредно? У меня крема венотоники. Нет, совершенно не... Ну, а чем он вредный? Он идет на экстракте конского каштана. Вы понимаете, что такие... Крем венотоник. Он снимает усталость, он сочность. Он помогает укрепить вены при венозном расширении вен. У меня этот крем просто разгребают. У меня есть клиенты, которые заказывают по 5, по 10 упаковок. Особенно... Говорю, зачем вам сколько упаковок крема венотоник? Вот мне действительно очень стало интересно. У меня соседка брала их, ну, не знаю, ну, штук по 10 и каждую неделю. Она говорит, я сначала взяла, у меня у мамы болели ноги. Я взяла, ей этот крем привезла. Ну, у меня соседке уже лет 50. То есть, понимаем, сколько ее маме уже было. Говорит, ей насколько стало легче, так она говорит, у меня теперь все село заказывают. Вот, пошли отзывы по венотоннику. Потому что замечательный продукт. И должен обновиться до лета. Да, согласна, Наталья. Обновится продукт, охлаждающий спрей для ног. Замечательный продукт. Когда идешь на каблуках, ноги очень сильно болят. Сбрызгаешь ножки. Это все ментолом замечательно замораживается. И себе замечательно дальше продолжаешь идти красиво на каблуках. Тоже интересный продукт. Его сейчас нет в каталогах, но он должен обновиться. Линия эксперт. У нас есть три видно зубных паст и ополаскиватель для полости рта. Те зубные пасты, которые я считаю лучшими зубными пастами Фаберлик. Ополаскиватель для полости рта. Концентрированная зубная паста. Плюс 200%. Профилактическая зубная паста, которая идет с биоактивным картицем, который восстанавливает эмаль. И зубная паста, это была профилактическая, и зубная паста отбеливающая. Отбеливающий эффект тоже был действительно очень классный. В линии эксперт-фарма есть еще направления для тела, такие как крем с термоэффектом. Если вас где-то потянули шею, спину, знаете, бывают, появляются такие, ну вот где-то или шею заклинило, или спину потянули. Крем с термоэффектом замечательно разогревает участки и снимает болезненные ощущения. Крем с термоэффектом идет на основе жвучей ванили, потому греет он хорошо. А главное, хорошо руки после него вымойте. Не, не повышается у меня, не поняла, что не повышается. Спасибо. Следующий продукт здесь, два арома-бальзама, крем-сос для активных людей. Сос-крем как раз работает с растяжениями, с ушибами, с ссадинами. Два арома-бальзама, это расслабляющий арома-бальзам от головной боли, то есть вы его наносите себе на виски. Здесь идет прям коктейль эфирных масел, который помогает снять головную боль. И тонизирующий арома-бальзам от насморка, который наносится на пазухи носа. И замечательный продукт, бальзам для ног, гладкие пяточки. А этот крем помогает у тех, у кого есть сухость кожи, стоп, у кого есть трещины. Вот он замечательное средство для заживления как раз трещин. Глина, только аромат не такой насыщенный. О, как гладкие пяточки, сразу расхвалили все. Это здорово. Еще одно направление для ног, это линия этноботаника. Здесь есть три продукта. Скраб для ног, для отшелушивания сухой кожи стоп. Маска для ног, для питания. Вот ножкам тоже иногда хочется посидеть с масочкой. И крем для ног. Тоже замечательная линия, которая очень легко и быстро поможет сделать кожу стоп мягкой и шелковистой. Вот тоже серия понравилась. Вот такое направление еще с дезодорантов и зубных паст. Это кислородные зубные пасты. Их здесь три вида. Свежая мята, цитрусовая мята и ягодная мята. Тоже интересные зубные пасты, которые тоже стоит попробовать. И замечательнейшие дезодоранты с дезодорант антипроспирант с морскими минералами. Есть с альпийскими травами. Причем запахи очень нежные, ненавязчивые. И замечательный гарант без солей алюминия. Как раз для тех, у кого чувствительная кожа или у которых есть аллергия. То есть есть люди, которые не могут пользоваться дезодорантами, потому что у них аллергия на соли алюминия. Вот этот дезодорант замечательный продукт без солей алюминия. То есть он не забивает поры, им можно спокойно пользоваться. Тоже для мужчин можно, конечно, ну кроме розового, мне кажется. То есть альпийские травы и минералы спокойно. Я тоже согласна, что объем зубных паст здесь стандартный. Просто после зубных паст, например, 200% отбеливающих. Большие тюбики, нам кажется, что эти уже маленькие. Они просто длинненькие. И возвращаемся к линии бьюти-кафе. Новые линии. Опять вкусные, сладкие. Ванильное лакомство. Это, скажем, такая молочная ванильная десерты. В линии входит ванночка для маникюра, крем для тела, бальзам для губ и крем-гель для душа. Те, кто любит аромат, запах вишневых... Да, да, согласно запаху, вот у Рафаэлок точно прям. Те, кто любит ягодные серии, те, кто любит вишню, еще одна линия бьюти-кафе это вишневый конфитюр. Сюда входит крем для тела, бомбочка для ванны, гель для душа и бальзам для губ. Также в этом каталог... Буквально пару каталогов назад у нас обновились гели для душа с счастливыми моментами. Теперь они стали еще более вкусные ароматы. Больше упаковки теперь по 320 мл. Это гель для душа, который... Я их называю узкого профиля. Например, фиолетовый гель для душа. Это гель для душа с лавандой. Он успокаивающий, замечательный гель для душа, как раз на ночь, чтобы хорошо поспать. Счастливые моменты, лаймовый заряд. Гель для душа более утренний. Лаймовый заряд и лимонное пробуждение то есть те гели для душа, которые помогут быстро взбородриться. Есть гель морской релакс для расслабления мышц. Есть гель розовые грезы с нежным ароматом розы. Кофейная серия у нас была. Сейчас она просто... Кстати, в остатках она еще есть. Можете посмотреть. Я видела на складе у себя. Так, ластючие гели для душа. И за 320 мл просто замечательнейшая цена. Серия солнечная облепиха. Когда она вышла, я на нее как-то не особо обратила внимание, потому что, ну, вот как-то я не пробовала запах, как пахнет облепиха. Но когда я ее попробовала на офисе, я просто обалдела. Вот ее действительно хочется съесть. Она насколько сладкая, вкусная. Вот действительно, аромат... Да, Ирина, я согласна с вами. У меня это тоже теперь любимая серия. В серию входит крем для рук, жидкое мыло, бальзам для губ, гель для душа, опять же, замечательный кондиционер для тела, причем он буквально вот тает, и аромат стоит, ну, просто невероятный в ванне. И твердое мыло. Вот Валентине запах не понравился. Ну, видите, тоже на любителя. Да, запись будет... И мы уже заканчиваем, кстати. И еще одна линия с бьюти-кафе, это ароматная земляника. Насыщенный аромат лесной земляники. Ароматный. Вот действительно хочется уже лета, и прям... Вот прям ощущение, что ты сидишь в лесу, на поляне, и ешь эту землянику. В линию входит парфюмированный молочко для тела, ой, молочко для тела, скраб для тела, питательный крем для рук, бальзам для губ, гель для душа, жидкое мыло, и твердое мыло, и бомбочка. Широкая линия, причем насколько классные наборы сейчас, вот, про наборы тоже, которые предлагает компания. Вы можете посмотреть, вот вы весь набор можете просто взять за смешные цены, потому обратите внимание на подарочные наборы, которые сейчас компания предлагает в каталоге. Как раз они до конца недели еще действуют. И у нас с вами появились новые две серии. Линия, пион и роза. Очень маленькая линия, в нее входит только три продукта. Это молочко для тела, крем для рук и парфюрированный спрей. Вот здесь такой очень нежный, легкий аромат пиона, лилии, о, пион и роза, пион и лилии. И вот тот аромат свечный. Те, кто любит аромат лилии, мне им однозначно понравится. И в прошлом каталоге у нас вышла просто с вами невероятная серия, то есть такого сочетания точно никто не ожидал. Это линия мятный шоколад. Линия такое изысканное лакомство для гурманов. Мягкий аромат черного шоколада с горщинкой освежается мятным таким зарядом, мятной ноткой. Замечательный аромат, действительно, вот который хочется попробовать, хочется, чтобы он у вас дома точно был. И это все линии по входу за телом в Сваберлик. У кого какие остались вопросы? Жвачки. Если вопросов нет, то выставьте минус в комментарии. Минус. Спасибо. Отлично. Вопросов нету. Все супер. Тогда на сегодня мы с вами прощаемся и увидимся в следующую среду. Увидимся в следующую среду и тоже на вебинаре по продукции. Пока точно тему вам сказать не могу. Тогда на сегодня мы с вами прощаемся. Завтра у нас с вами вебинар для активного роста, для фабрики директоров, для партнеров с Росковского клуба. То есть общих вебинаров у нас с вами нету. Но в пятницу нас с вами ждет вебинар для новичков, знакомства с Фаберлик, потому приглашаем всех. Он проходит у нас в две смены, потому всех-всех мы успели за неделю зарегистрировать. Всех в пятницу на вебинар приглашаем. На сегодня тогда и до следующих встреч.